Здравствуйте, меня зовут Михаил Хлебодаров, я представляю службу технической поддержки компании EFT Group и сегодня мы с вами продолжаем цикл видеоуроков по работе с цифровым нивелиром EFT L07. Сегодня мы продолжаем изучение одиночных измерений и следующая наша тема это определение превышения между точками. Сначала мы приводим нивелир в рабочее состояние, то есть нивелируем его на штативе при помощи пузырькового уровня, для этого нам поможет также еще зеркало. Включаем нивелир кнопкой питания, включаем с вами подсветку для контрастности изображений на дисплее и выбираем стандартный одиночный режим измерений, стандарт молот. Переходим сюда в клавиш enter и нам сегодня мне понадобится программа определение превышения между точками или перенос в одной точке относительно другой с заданным превышением. Это третья программа называется SOHD. Переходим в эту программу клавиши enter и первое что нам необходимо с вами ввести это ввести непосредственно превышение между двумя точками. То есть если у меня есть какая-то опорная отметка, значение мне ее неизвестно, то есть абсолютная отметка ее неизвестна, но я знаю, что мне нужно относительно этой точки перенести, разбить допустим следующую точку, которая будет находиться выше, к примеру, или ниже на какое-то определенное значение, превышение. И вот это значение превышения я должен ввести в соответствующие строки, которые у меня появляются. Я сейчас ввожу значение превышения, допустим, 45 сантиметров. 0.45. И первое, что потребует от меня сделать на следующем экране нивелир, это выполнить измерение на опорную точку, то есть та точка, которая у меня будет являться нулевой, откуда я буду брать отсчет за 0. Да, то есть опорная точка, мы наводимся на нее, делаем наведение на штрих-кодовую рейку, навелись и нажимаем клавишу измерения. Все, на опорной точке, как у меня обычно, отображается превышение по рейке отсчитанное и расстояние до рейки. Дальше, для того, чтобы перейти к следующему шагу, нажимаем клавишу Enter. Переходим на следующий шаг и здесь мы уже должны выполнить измерение на рейку, которая расположена на точке относительно опорной точки, которую я хочу вынести. То есть она у нас должна быть расположена на 45 сантиметров выше именно. Это превышение я сейчас хочу определить, навожусь на рейку и выполняю измерение, также кнопка измерения. И что мы увидим с вами на экране? Мы увидим с вами на экране дельту, которая у нас не совпадает с указанным значением. В данном случае мне необходимо поднять мою рейку на 5 миллиметров, 5,8 миллиметров, для того, чтобы добиться определяемого превышения, которое я задал в начале. А задал я в начале превышение 0,45. Если мы переведем на второй кран при помощи клавиш со стрелочкой, мы увидим, что превышение сейчас между точками, опорной точкой и точкой, которую я померил, которую хочу разбить на определенное превышение, у меня не совпадает как раз на эти самые 58 миллиметров. То есть у меня превышение 0,44, 42. Это расстояние у нас до самой рейки. Возвращаемся на первый кран, делаем корректировку, то есть поднимаем, делаем корректировку положения рейки, поднимаем ее на 5 миллиметров, делаем повторную серию измерений и получаем новый отчет. Как только точность переноса отметки нас устроит, то есть там будут там пару миллиметров или даже десятые доли миллиметра, я могу зафиксировать эту точку и сказать, что определение, то есть точка находится относительно опорной выше именно на то значение, которое я задал изначально, то есть 45 сантиметров. Тем самым я определил точное превышение между точками, вынес одну точку относительно другой на заданное превышение. Для того, чтобы завершить программу, выполнение программы, мы нажимаем клавишу Escape, подтверждаем выход при помощи клавиши Enter и возвращаемся в меню одиночных измерений. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте в своих комментариях предложения по съемке новых видеоуроков и увидимся в следующий раз. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok